Стоп-выгорание 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 Почему мы запустили проект Стоп-выгорание и ориентируем его именно на медицинских сотрудников. Дело в том, что сама профессия медработника находится в зоне риска. Стрессов там гораздо больше. Связано это и с общением, большим количеством общения с пациентами, с людьми, которые сами находятся в состоянии страдания, в состоянии стресса и, соответственно, свои эмоции выплескивают на медицинских сотрудников. Сама сфера предполагает постоянное столкновение с болью, к сожалению, и смертями, в том числе других людей, и страданием, и невозможно не сочувствовать. Плюс, так уж складывается, что в большинстве медицинских организаций рабочая нагрузка на сотрудников весьма высока. Таким образом, вот эта стрессогенная среда, она и порождает риск развития синдрома национального выгорания. И в соответствии с нашим исследованием, которое мы провели недавно, более 50% сотрудников медицинских учреждений либо уже выгорели, либо находятся в опасной близости к формированию синдрома национального выгорания. Что подтверждается не только нашими исследованиями, но и исследованиями других организаций. И, ну, все-таки, да, вот страшное может быть слово выгорания и так далее, и все об этом говорят, но нужно четко понимать, чем же может обернуться развитие этого синдрома для конкретного специалиста, для конкретного сотрудника медицинской организации. В первую очередь, конечно, мы говорим о том, что человек выгоревший ощущает себя дискомфортно, то есть это в первую очередь неприятные субъективные ощущения, да, это ощущение усталости, эмоциональной истощенности, какой-то опустошенности. Как следствие, это снижение продуктивности в работе, и, соответственно, это приводит к тому, что могут возникать какие-то проблемы, сложности на работе. Это повышение напряженности в общении, как с пациентами, так с коллегами, и, ну, можно, конечно, пытаться ограничивать вот это влияние синдрома выгорания только на профессиональную сферу, но все-таки наша жизнь, она не поделена так четко на какие-то сектора, она не разделена четко на отдельные сферы. Вот это состояние выгорания, оно может начинать воздействовать и на личную жизнь, и на общение в личной жизни тоже. Дальше ухудшается, ну, вообще когнитивный контроль, да, и снижается контроль над эмоциональными реакциями, и вот вы уже, казалось бы, на какие-то незначительные происшествия начинаете реагировать очень бурно, либо апатии, депрессии, либо, наоборот, раздражением, и даже уже, ну, это не совсем от вас как будто бы уже зависит. Дальше, как следствие борьбы, да, вот эти интуитивные попытки преодолеть хронический стресс, преодолеть выгорание, могут развиваться негативные привычки, злоупотреблением психоактивными веществами, да, алкоголем, ограничением социальных контактов, избегание каких-то встреч, нового опыта. То есть вот человек сам себя как бы начинает загонять в такую ситуацию, когда он пытается уменьшить количество стресса в своей жизни, но по факту он приобретает новые какие-то негативные поведенческие привычки. Дальше с развитием выгорания, да, могут происходить и нарушения сна и аппетита. При этом, на мой взгляд, все-таки самое важное, да, если мы говорим с профессиональной точки зрения, то вот выгорание приводит к формированию вот этого разочарования в профессии, разочарования в себе, иногда в жизни. Это приводит к состоянию жизненного кризиса и, как следствие, это способствует развитию других более, ну скажем так, тяжелых психоэмоциональных проблем, в том числе психологических расстройств. И, в том числе, да, вот это продолжительное нахождение в состоянии выгорания может способствовать развитию и соматических заболеваний. В чем разница тогда, вот очень похожа на то, что ты сейчас описывал, очень похожа на депрессию? Вот люди говорят, есть выгорание, есть депрессия. Есть ли какая-то разница между этими понятиями, потому что симптомы внешне как будто бы очень похожи? Ну, не все симптомы прям идентичны, но действительно очень похожи состояния. Важно сказать, что выгорание – это не депрессия, то есть тут нельзя знак равно ставить. Но выгорание, синдром выгорания, он развивается на фоне стресса, стресс является таким фактором риска развития депрессии в том числе. В чем разница? Депрессия – это клиническое состояние, которое диагностируется очень хорошо на данном этапе развития психологической науки, психиатрии в том числе. Депрессию очень, ну, ее хорошо достаточно диагностируют. Есть клинические протоколы ее лечения, и эти клинические протоколы уже предполагают все-таки помощь медикаментозную в том числе. Почему? Потому что уже сформирована депрессия, люди с депрессией имеют серьезные риски, скажем так, летального исхода. Ну, то есть, в связи с чем, конечно, сама депрессия, психологическое расстройство, не смертельно, но оно подталкивает к совершению суицида. В чем отличие? Все-таки депрессивное состояние, оно более стабильно, оно более глубокое. То есть, если человек попал в этот депрессивный цикл мышления, депрессивного поведения, то разрушения, которые происходят в его жизни, в его поведении, в его работе, они гораздо более яркие, они гораздо более серьезные. В то время как выгорание все-таки это, ну, это нельзя пока считать таким клиническим состоянием, хоть международный классификатор болезни выгорания включено, но оно включено как особое состояние, связанное с профессиональной деятельностью. То есть, смотрите, из выгорания вы гораздо проще сможете выбраться самостоятельно. И нередко там кардинальное решение о смене, например, работы, мы ни к чему, конечно, не призываем, но жизненная практика так показывает, что нередко такое кардинальное решение, там, как сменить работу, может помочь справиться с выгоранием. В то время как с депрессией, скорее всего, у человека даже силы не будет принять решение сменить работу, у него будет ощущение замкнутого круга, что он в безвыходном положении, ему некуда деваться, и он сам себе не найдет на этой силы. Ну, то есть на фоне стресса у нас может случиться выгорание, но стресс, он везде. Он везде. Да, и вот, ну, как я могу понять, вот я сегодня стрессую на работе, возможно, там что-то случилось с пациентом, к которому я как-то очень близко восприняла его ситуацию, как это нивелировать, как мне самой там, может быть, не включиться в это? Ну, на самом деле, спасибо, Елена, что в принципе, еще раз акцентировала внимание на стрессе, да, потому что стресс – это главный драйвер выгорания, но тут важно понимать, что источники стресса действительно могут быть разнообразны. Не вдаваясь подробно в психофизиологию стресса, можно сказать, что это не специфическая реакция нашего организма, то есть вот эта стрессовая реакция, она универсальна на любые раздражители, которые вот выходят за пределы нашей привычной, привычного образа жизни, да, привычной нагрузки какой-то. Это могут быть рабочие стрессы, это могут быть действительно там заболевания, физическая нагрузка высокая, нехватка сна, да просто там сильно холодно, сильно жарко, недостаточно еды – это все стресс. И в том числе наши эмоциональные переживания, то есть наши в том числе негативные мысли, наши размышления – это тоже стресс. Социальное взаимодействие, в котором мы ощущаем себя как-то ущемленными, мы ощущаем какие-то нападки на наши личные границы – это тоже стресс. И все это сваливается в один котел, в котором это все кипит, 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 кипит и дает потом какие-то не очень хорошие результаты. В частности, если мы говорим, что основным источником стресса в жизни человека является профессиональная его деятельность, то это может вырасти именно в эмоциональное выгорание, да, еще более, наверное, широко распространенный в отечественной практике термин, ну, по крайней мере, в ранние годы – это профессиональное выгорание. То есть это именно моя реакция на то, что работа для меня – это источник большого стресса. И оно все там, и оно там все вместе, в одном большом котле. И высокая нагрузка, и неприятные пациенты, и, может быть, несправедливое отношение руководства, и мое еще внутреннее переживание о том, что тем ли я вообще в жизни решил заниматься, не совершил ли я ошибку в выборе своей профессии. И все это вот как комок на меня воздействует. И в этом смысле важно понимать, что недостаточно просто раз там перестать реагировать на пациентов неприятных, потому что остаются еще другие факторы, которые тоже могут воздействовать. И даже если у вас замечательные отношения, контакт с пациентами, все прекрасно, то могут быть еще какие-то факторы, которые у вас подталкивают к выгоранию. Но потому что стресс – это универсальная реакция, соответственно, можно давать какие-то и универсальные рекомендации. Есть более эмпатичные люди, которые, наверное, больше подвержены стрессу. А есть, на мой взгляд, более стрессоустойчивые, такие хладнокровные, которые в какой-то стрессовой ситуации, в которой более слабый, менее стрессоустойчивый человек повел бы себя определенным образом и среагировал на это негативно и принял бы это на себя. А есть более устойчивые люди. То есть есть ли это что? Это навык, который можно сформировать, и как это сделать? Забегая вперед, если упрощать ответ, то да, это навык, который можно сформировать. При этом, безусловно, есть разница между нами. Она в том числе продиктована врожденными некоторыми свойствами, генетикой, ранним развитием. И наша нервная система, эндокринная система, они у нас отличаются. И кто-то более эмоционален, действительно так, кто-то менее эмоционален. У кого-то больше ресурсов внутреннего сопротивляться воздействию стресса и поддерживать себя в продуктивном состоянии. Это значит, у него больше шансов дожить до момента, когда источник стресса уйдет, и он сможет расслабиться. У кого-то меньше этого ресурса. Это индивидуальные, безусловно, особенности, и это не хорошо, не плохо, просто вот так вот складываются у нас. При этом нужно понимать, что каким бы стрессоустойчивым человек не был, каким бы он закаленным не был, его все равно можно поместить в такие условия, когда у него сил не будет. И он тоже сорвется, и он тоже может испытать на себе ощущение выгорания. Это тоже нужно вывести за пределы какой-то слабости, что это какая-то слабость, идея, что если я выгорел или я страдаю от стресса, значит, я слабый. Нет, ни в коем случае. Это просто вот такое стечение обстоятельств, которые в том числе накладываются на индивидуальные особенности. Но изучая как раз тех людей, которые эффективно реагируют на стресс или могут долго находиться в условиях стресса, и у них не проявляются каких-то последствий в поведении или в их здоровье, постепенно психологи стали выявлять некоторые паттерны поведения, которые им помогают проявляться стрессом. Что это? Это какие-то особенности его поведенческие, привычки? Да, зачастую это именно так. Если мы говорим про то, что человек не проходил специальную какую-то подготовку, специально его тренировали, учили, а просто проявляет какие-то чудеса стресс-устойчивости, то, как правило, это про его образ жизни. Вот, например, это то, что называется поддержание здорового образа жизни. Но это не про то, что нужно тут же отказаться, не знаю, от всей вредной пищи, перейти на вегетарианство и заниматься кроссфитом и бегать марафон. И это как раз, может быть, и наоборот, создаст еще больше стресса в жизни. Если говорить про здоровый-здоровый образ жизни, то большинство, конечно же, медицинских работников и сами понимают, о чем идет речь. Это здоровый сон, достаточное количество сна, это сбалансированное питание и физическая, умеренная, регулярная физическая нагрузка. И вот это все создает необходимый такой биологический щит от стресса. Потому что стресс, что это такое? Стрессовая реакция, она заставляет ресурсы нашего организма как бы использовать все запасы, которые у нас есть. Сейчас опять не вдаваясь в психофизиологию, чтобы не разбираться во всех гормонах, которые там выделяются во время стрессовой реакции. Просто ресурс работает, организм работает на некоторое истощение, справляясь со стрессом. И чтобы эффективно с ним справляться, ему нужно время на восстановление. И как раз, собственно говоря, сон, еда, сбалансированный, это способ восстановить свои силы. А физическая нагрузка, это способ получить необходимую разрядку, если стресс не предполагает физической активности, а зачастую большинство современных людей, да, и в том числе медицинских сотрудников, стресс, он не связан с повышенной активностью физической. То есть не нужно куда-то бежать, там, от пожара, не знаю, от дикого зверя или еще что-то, или сражаться с врагом. Нет, это зачастую стресс, который когнитивно, то есть он воздействует на нас через наш разум, да, мы сталкиваемся с сложной социальной ситуацией или сложной проблемой в работе, которую нужно интеллектуально как-то решать. То есть вот эта естественная разрядка, которая заложена, там, эволюционным механизмом, не происходит. Физическая нагрузка помогает давать эту разрядку. Ну и плюс она поддерживает организм в тонусе, что тоже способствует эффективному преодолению стресса. Но не только здоровый образ жизни, есть еще некоторые привычки поведенческие, которые помогают. Это контроль уровня стресса, то есть люди, которые хорошо со стрессом справляются, они в принципе оценивают. Они очень внимательны к своему состоянию, то есть они реагируют на то, что там нагрузка повысилась, стало тяжело. Они дают себе время отдохнуть, они не бросаются в работу с головой и забывают про отдых. Они находят это время для того, чтобы отдохнуть. Они пытаются как-то распределить свои рабочие задачи, например, чтобы не было сильно большой нагрузки. То есть они этот процесс контролируют. Они, вот тут уже мы заходим к тому, что есть специальные приемы, которые помогают контролировать стресс. И удивительно то, что люди, которые обладают такой естественной стрессоустойчивостью, они неосознанно, интуитивно эти техники применяют. Даже не знают, даже не проходя специальную подготовку, они некоторые техники применяют. То есть можно взять несколько инструментов себе? Да, можно взять несколько специальных инструментов и внедрить их в свою повседневную практику. Ну, тем более, что, я говорю, в современной психологии эти инструменты активно изучают, проводят в том числе клинические испытания и демонстрируют некоторые результаты. Далее очень тоже важное такое направление профилактики выгорания – это готовность и открытость получать новый опыт, желание находить новые эмоции. Потому что нередко стресс – это не только сильное переживание, но и сильное, наоборот, такое отсутствие переживаний. То есть некая рутина, некая повторяемость, отсутствие интереса. Ну, в этот момент очень сложно себя заставить делать что-то новое. Просто взять и… Я же должна что-то замотивировать. Ну, точно так же, как сложно отказаться от жареной или жирной пищи, если у тебя проблемы с желудком, с поджелудочной. То есть изменить привычку, конечно, тяжело, сложно. Но, согласен, тут вопрос мотивации, и в данном случае речь идет о качестве вашей жизни. Да, это качество жизни не связано с соматическим здоровьем, оно связано с психоэмоциональным здоровьем, но оно очень сильно влияет на качество жизни, на качество работы, на качество отношений. И в конечном счете это тоже фактор здоровья. То есть если смотреть на определение благополучия, которое дает Всемирная организация здравоохранения, там целенаправленно они специально внедрили еще и психоэмоциональное благополучие, потому что оно неразрывно связано с состоянием человека, и наше психоэмоциональное состояние влияет на наше физическое состояние, на наше физическое здоровье тоже. То есть это два компонента важных. И если мы хотим получать от жизни удовольствие, реализовываться в этой жизни, помогать в том числе другим людям, важно заботиться о себе. И в том числе о себе прямо иногда, да, подталкивать себя, получать новый опыт, сходить в непривычное место, не знаю, сходить на спектакль, когда, может быть, никогда не ходил, да, послушать какую-то другую музыку, которую никогда не слушал, познакомиться с новыми людьми. Это все очень важно, потому что это заставляет мозг, ну вот опять, это мозг поддерживает в таком тонусе определенном. Вот это постоянное получение нового опыта, это определенная тренировка. Это тоже стресс, очень важно понимать, что это тоже стресс, но это безопасный стресс. Ничего страшного не произойдет, если я попробую новую еду, например, или в новый ресторан, скажу. А если я другим маршрутом на работу начну? Или я, например, пройду другим маршрутом на работу. Ну, то есть это маленький, но все равно шаг. Маленький, но шаг. И еще одно важное направление, такое общая рекомендация, да, щит от стресса и от выгорания, это работа со смыслами. Работа с тем, ну, с ответами на вопрос, а зачем я вообще работаю, что я хочу реализовать в своей работе, что я хочу донести до своих пациентов. Это такая глубокая на самом деле тема, но при этом она дает хорошие такие плоды. То есть я всем рекомендую ознакомиться с трудами замечательного психолога Виктора Франкла. Его главную работу «Психолог в поисках смысла» дали психологу концлагеря. Это человек, который в начале 20 века пережил крайне неприятное стечение обстоятельств. Он оказался в концлагере, он жил в Австрии, имел еврейские корни, и, естественно, его коснулись репрессии. И он оказался в лагере смерти, да, он был в Дахау, в Аушвице, в двух лагерях, и удалось выжить. И он очень интересное наблюдение делал за теми людьми, которые оказались в этих немоверных ужасных условиях. И он удивлялся, ну, в начале века, что, кстати, психологам тебе нужна врачебная подготовка, да, и он был врачом, и он понимал, что по тем представлениям, то, через что люди проходили в концлагерях, это должно было их убивать гарантированно. То есть их плохо кормили, практически не кормили. Их заставляли физически трудиться тяжело. Им не давали теплой одежды в зиму. Ну, то есть это была напряженная среда, очень экстремальная. Но они выживали, они почему-то сохраняли жизнедеятельность, они сохраняли там целостность личности. И он изучал этот вопрос, и он в том числе сам себе задал вопрос, что ему помогало. И в конечном счете он пришел к выводу, что наличие некого смысла, ну, то есть ответ на вопрос, зачем мне во все это терпеть, дает какой-то ресурс. И когда этот ответ уходит, ну, например, теряется смысл, то человек достаточно быстро угасает. Слава богу, мы не в концлагере, и какие бы ни были тяжелые условия на рабочем месте или в личной жизни, это все равно далеко от тех тяжелых условий. И если там уж вот это наличие смысла помогало, то этот поиск внутренних смыслов в нашей повседневной жизни тоже нам дает сильную мотивацию, тоже нам дает такую сильную защиту крепкую от стресса. Давай пример какой-то разберем. Например, я работаю в отделении уже много-много лет, и занимаюсь одной и той же практически работой. Она не меняется с года в год. И в какой-то момент я понимаю, что я не знаю, чем я занимаюсь, и что важного я делаю. И это начинается с такой немножечко, наверное, самообесценивания. Как мне найти в этом смысл, если я смысл потеряла? То есть зачем я это делаю? Почему я это делаю столько лет? Кому это вообще нужно? Вот как раз вот это состояние, когда эти вопросы о том, зачем я это делаю, кому это нужно, они возникают долго, и на них нет ответа, это тоже может быть свидетельством проявления выгорания. Ну, по крайней мере, одним из его симптомов. Как раз вот это непонимание смысла своей работы или ощущение бессмысленности ее, что нет никакого результата или нет какой-то отдачи. И, ну, первое, вот если вам вдруг, уважаемые зрители, такие вопросы в голову приходят, очень важно себе уже сказать, что здорово, что, в принципе, я на них обратил внимание. Ну, то есть что я их не игнорирую, потому что нередко мы отмахиваемся от этих вопросов, говоря, что какой смысл на них отвечать, нужно просто работать. Потому что нужно же где-то работать, в конечном счете. И это, в общем-то, да, все верно. Но здорово, что вы обращаете на них внимание, это первое. А второе, безусловно, нужно специально выделить время и усилия, чтобы на них поотвечать. Я могу давать какие-то сейчас рекомендации, но все-таки моя главная рекомендация, если вас это действительно тревожит, если действительно это нарушает качество жизни, качество работы, то лучше, конечно, обратиться к психологу-консультанту. Это абсолютно нормальный запрос, он весьма распространен. И уже специалист вам индивидуально поможет подвечать на эти вопросы. Он предложит вам определенные упражнения, инструменты, которые можно использовать для себя и поискать в ответ на эти вопросы. Еще раз, это распространенная история, и уже там определенный комплекс инструментов выработан. Другое дело, что все равно индивидуальные условия жизни, индивидуальные мотивы, индивидуальные жизненные ценности, они влияют на ответы на эти вопросы. Я бы предложил вспомнить, повспоминать изначальный мотив, например, выбора профессии. И тут тоже бывают сложности, потому что не у всех этот выбор был осознанным, самостоятельным, нередко так складывались тоже обстоятельства. Но при этом я точно знаю, я встречаю на тренингах, в наших мероприятиях, медицинских работников, которые очень четко помнят, что они шли в медицину для того, чтобы помогать людям. И важно к этому вернуться, важно к этому обратиться снова и поискать в себе ответ. А также ли важно вам по-прежнему, вот сейчас абстрагируясь от конкретных условий на вашей работе, от конкретного коллектива, от конкретных пациентов, которые, правда, могут доставлять массу беспокойства. Вот абстрагируясь от этого, по-прежнему ли мне важно также помогать другим людям, как было? Мне действительно, когда я вижу, что я помог, когда действительно сделал что-то, помог здоровью человека, когда я ему выздоровею, мне это вдохновляет или нет? Когда я слышу благодарность пациента, мне это по-прежнему вдохновляет или нет? Если да, ну что ж, здорово, просто важно помнить, что мы иногда теряем фокус. То есть мы вот начинаем акцентироваться внимание на стрессовых ситуациях. И у нас картина мира становится сплошь чёрной, потому что наш мозг, он склонен фокусироваться на негативе. Это тоже биологическая его особенность, это эволюционная особенность. Лучше думать о плохом, чтобы этого избегать. Вот это помогало нашим предкам выживать, и прежде чем зайти в тёмную пещеру, лучше предположить, что там хищник какой-то, чем просто радостно в припрыжку туда забегая, и, соответственно, будучи съеден. Вернее, те, кто забегал радостно в припрыжку в незавиданную пещеру, они и были съедены, поэтому они дожили. Дожили только потенциальные невротики, которые везде видят опасности и зацикливаются на негативе. Такая вот шутка от эволюции. Но мы можем сознательно с этим работать. И напоминать себе, что помимо всех неприятностей в моей профессии по-прежнему остаются вот эти светлые моменты, эти проблески. Не обязательно в рамочку ставить на самое видное место пациента, который вам всю душу вывел. Вспомните, в вашей практике есть и другие пациенты, которые благодарны вам. Поставьте их лучше в рамочку и думайте о них, помните о них. Вы им помогаете. И даже тому вредному пациенту вы тоже помогли. То, что он не может испытать благодарности к вам, это не ваша проблема, это его, скорее, проблема, что человек не понимает, не может выразить свою благодарность. Но вы-то знаете, что вы ему помогли. И вот фокусироваться на этих важных, ценностных вещах, это то, что действительно мотивирует. Еще раз, как бы ни было, не знаю, плохо, сложно в текущей вашей организации, на текущем рабочем месте, это никак не нивелирует значимость профессии. То есть сама профессия по-прежнему важна, цена, а без нее никуда. И вы часть этой профессии. Ну а организация, она не одна существует. И в разных организациях по-разному. Это тоже важно понимать. Но вот эти смыслы, вот эти идеалы, которые вас, возможно, когда-то грели, они никуда не делись, они не потеряли свои ценности. Важно это в себе раскопать и научиться к этому обращаться, на этом фокусироваться. Поговорим про какие-то конкретные шаги. Что делать? С чего начать? Мы можем как раз затронули в предыдущей части тему того, что есть некоторые специальные приемы, которыми можно контролировать стресс, регулировать его состояние. И их на самом деле очень много. И в разных подходах психологических существуют целые наборы. У нас время ограничено, мы все рассмотреть не сможем, но можем затронуть некоторые. И даже предлагаю попробовать. Прекрасно. Не будем, конечно, брать полномасштабные варианты этих упражнений, но отчасти затронем. Важный навык, это то, чему можно научиться, это то, что называется в современной психологии mindfulness или осознанность или присутствие в моменте здесь, сейчас. Дело в том, что вот эти стрессовые события, эти негативные эмоциональные события, как я уже сказал, они нас цепляют, и мы начинаем мыслями к ним обращаться. И мы уже не находимся как бы в текущем моменте, мы находимся мыслями в этом состоянии. И это поддерживает в нас стрессовую реакцию. То есть вот этот мотор стресса, он не останавливается, потому что я мыслями там. А для нас вот это сильное эмоциональное погружение в наши мысли практически равнозначно реальному нахождению стрессовой ситуации. Вот любой из вас может провести такой эксперимент, вспомните яркое, извините, неприятное какое-нибудь событие, и вы тут же испытаете какое-то напряжение внутреннее, вы тут же вновь испытаете негативные эмоции, хотя оно уже не с вами, вы не в этом событии, оно лишь у вас в голове. Так вот, присутствие здесь сейчас это навык, помогающий нам активировать другую часть нашей нервной системы. Вот за стресс отвечает симпатическая нервная система, такая красная лампочка нашего мозга. Техники Mindfulness помогают нам включить зеленую лампочку, которые помогают нам вернуться здесь сейчас в условиях, где нет опасности, ну если их действительно объективно нет. Что это за упражнение? Самое простое, самое распространенное это фокусирование на дыхании. И я вам могу долго объяснять, в чем польза этого упражнения, но можно попробовать. Если у вас есть комфортное место, в котором вы смотрите наш эфир, это упражнение можно выполнять стоя, сидя, лежа. Главное расположитесь так, чтобы ничего особенного дискомфорта какого-то у вас не было в положении вашего тела. Попробуйте прикрыть глаза, либо закрыть их совсем, если это возможно. И просто начните обращать внимание на свое дыхание. Просто обращайте внимание, как воздух входит в ваши ноздри, наполняет легкие и выходит обратно. При этом не стремитесь как-то скорректировать темп дыхания, его глубину. Просто наблюдайте за дыханием и отмечайте ощущения. Вдох и выдох. Постарайтесь ощутить движение воздуха вот на протяжении всего маршрута от вашего носа до самой нижней точки легких и обратно. Если вы замечаете, что мысли отвлекают вас от наблюдения за своим дыханием, просто мягко отпустите свои мысли и вернитесь снова к наблюдению за дыханием. через некоторое время вы заметите, что мысли постепенно замедляются. Они уже не такие активные. а в теле появляется некоторая расслабленность. Простое упражнение уже, мои зрители, можно продолжать дышать. Одной частью мозга фокусируется на дыхании, другой на нас, на нашем эфире. Простое упражнение, но оно рекомендовано в подготовке спортсменов, в подготовке артистов. Наблюдение за дыханием включено в рекомендации ООН при первой помощи людям, которые оказались в стрессе, связанном с пережитием катастроф каких-то или социальных каких-то потрясений. Такое наблюдение за дыханием помогает снять лишнее напряжение, помогает успокоиться. Кто-то должен вести это? Вот ты сейчас вел для нас и я даже в какой-то момент поняла, что можно не думать, но это сложно, потому что мысли скачут всегда. И сколько это нужно делать раз? Должен ли кто-то тебя сопровождать или можно просто закрыться где-то и делать? Это можно делать самостоятельно, абсолютно. Инструкция очень простая. Наблюдать за вдохом и выдохом, наблюдать за движением дыхания. А если возникают какие-то мысли, не пытаться с ними бороться. Это очень важно. Это то, что современная психология, ну это вот такое главное, ноу-хау, третьей волны когнитивно-поведенческого подхода в психологии. Борьба с мыслями приводит к тому, что они еще активнее возвращаются. С ними бороться не нужно. Это просто мысли. Вы их замечаете, говорите, ага, я понял, спасибо, и просто переводите свое внимание снова на дыхание. И каждый раз, когда мысли будут захватывать, не нужно раздражаться, злиться, просто сказать, ага, хорошо, я вас отпускаю и возвращаюсь к наблюдению за своим дыханием. Инструкция простая, можно найти, иногда просто сложно научиться фокусироваться именно на дыхании, и для этого можно использовать специальные техники, например, дыхание животом. И, например, фокусироваться на том, чтобы на вдохе грудная клетка не двигалась, живот увеличился, на выдохе живот уходил внутрь. Дыхание из-за этого становится чуть-чуть более глубоким, и упражнение требует уже некоторых усилий дополнительных, но можно практиковать и тоже, там, 3-5 таких вдохов уже окажут определенный эффект успокоения. Ну, а если вы, там, уделите 3 или 5 минут просто наблюдению за дыханием, то, ну, это будет, это равноценно некоторому такому отдыху, перерыву, да, вот, знаете, это прям действительно можно почувствовать, как вот силы восстанавливаются. И успокаиваются мысли, мышление тоже становится более размеренным. Все потому, что мы вот таким образом сознательно активируем вот эту зеленую лампочку. Ну, ради некой аналогии, да, в чем, в чем это работает. Потому что, если вы вдруг переключили внимание на свое дыхание, там, начинаете размеренно дышать, то это такой сигнал мозгу, что, видимо, опасности нет. Ну, то есть, если вы убегаете от саблезубого тигра, там, как наши предки, то вряд ли вы станете спокойно, размеренно дышать и наблюдать за своим дыханием, вы будете бежать. И дыхание будет поверхностное, такое типичное стрессовое дыхание. Здесь мы переключаемся на иной режим, и мозг как бы получает сигнал, а, наверное, опасности нет. Можно успокаиваться. Можно отпускать стрессовый механизм. Если с дыханием не очень получается, можно использовать и другую технику, это такой внутренний сканер, обращение на физические ощущения. Вот все, что связано с физиологическими ощущениями, с процессами в нашем теле, как только мы уделяем этому внимание, это помогает активировать парасимпатическую нервную систему, то есть помогает зажечь вот эту зеленую лампочку спокойного состояния. Тоже, что легко запомнилось, наверняка многие из вас слышали, что стрессовая реакция типичная, это бей или беги. То есть режим бей или беги, нужно бороться с проблемой или от нее бежать. То вот зеленая лампочка, действия парасимпатической нервной системы, это ее девиз, это лежи и переваривай. Ну то есть ты как бы ляг, расслабься и спокойно переваривай там всю травку, которую ты съел только что, перед тем, как стал убегать от тигра. Вот нам нужно помогать иногда этой зеленой лампочке гореть, входить в режим лежи и переваривай. Еще одна техника с разряда mindfulness, можно начать точно так же, делать ее стоя, сидя, лежа. Некоторым помогает прикрыть глаза или закрыть их совсем, но это можно делать с открытыми глазами. Главное, чтобы вас ничего не отвлекало. Просто обратите свое внимание на физические ощущения в вашем теле. Возможно, вы соприкасаетесь с какой-то поверхностью. Например, если вы сидите, сфокусируетесь на тех точках, где ваше тело соприкасается с креслом или стулом, на котором вы сидите. Переключите свое внимание на ступни ног и те ощущения, которые там вы обнаружите. попробуйте просканировать свое тело внутренним узором, начиная от ступней ног и поднимаясь выше, сканируя свои голени, колени, бедра и просто фиксируйте ощущения, которые вы там обнаружите. Просканируйте корпус, живот, спину, свои руки, лицо, и голову целиком. И такой же путь можно проделать обратно, начиная от макушки до ступни ног. Просто отмечайте ощущения в теле. Возможно, там будет что-то необычное, что-то вы не замечали, возможно, что-то неприятное, но не спешите как-то избавляться от этого ощущения, просто пока его отметьте. И можете продолжать сканировать свое тело и продолжать слушать нас. Вопрос. Я когда слушаю подобные упражнения, когда психологи рассказывают, как их выполнять, есть правильное и неправильное выполнение этих упражнений? Хороший вопрос. Ну вот кто-нибудь из коллег мог бы сказать, что мы сейчас неправильные упражнения выполняли, потому что мы им буквально уделили минутку с небольшим. Все-таки, чтобы добиться некоторого эффекта, нужно чуть подольше. Но я считаю, что важно в первую очередь то, насколько легко вам встроить будет упражнение в свою повседневность. И если у вас есть только 30 секунд, просто понаблюдать за своим дыханием 30 секунд, это тоже уже дает определенный эффект. А самое главное, он накопительный. То есть у вас развивается навык. И со временем вы будете ощущать гораздо быстрее этот необходимый эффект. по поводу того, правильно или неправильно. Есть ли какие-то инструкции о том, что правильно или неправильно. Базовые принципы важнее. В данном случае базовые принципы важнее. Все эти техники, практики когда-то были взяты и привнесены в современную психологию западную из восточных философий, из восточных практик. Но психология современная посмотрела на них рационально и убрала все лишнее. И многие инструкции, которые существуют в таких традиционных вариантах этих практик, они казались, ну, они не сильно важны. Они могут в каком-то степени влиять на результат, но это влияние незначительное. То есть ключевое влияние оказывает базовые принципы. Первое. Просто вниманием наблюдать за ощущениями. Вот даже если вы самый короткий вариант техники mindfulness, это взять и сфокусироваться, например, на левой ступне. Вот на ощущениях, которые там порождаются от соприкосновения с обувью, с поверхностью пола. Все ощущения, которые там есть, вот на них сфокусироваться, сделать вдох-выдох, переключиться на правую ступню, сфокусироваться на тех ощущениях, которые именно там, сделать вдох-выдох, сфокусироваться на обеих ступнях. Это неформальная практика, которую разработал один из авторов терапии принятия и ответственности, и она сама по себе уже тоже работает. Вот именно мое управление вниманием, мое переключение внимания с мысли-мешалки в моей голове на физические ощущения, это дает эффект. То есть вот это важнее. И таких приемов много на самом деле. То есть не бойтесь неправильности. В данном случае вы себе навредить не сможете. Есть небольшая рекомендация и предостережение по поводу работы с дыханием. Известно, что у некоторых такое пристальное внимание к дыханию может вызвать его нарушение ритма дыхания. И если вы совсем чувствуете себя дискомфортно, ну, конечно, переключайтесь, уходите от внимания с дыханием, на ощущение тела, например, взяться за какую-то опору, за стену и сфокусироваться на ощущениях физических прикосновений. Но в большинстве случаев они абсолютно безопасны. Приема, техники и специальной инструкции здесь нет. Это переключение внимания на дыхание, как физиологический процесс, и на ощущениях в теле, например. Но это всегда что-то одно. Ты должен быть сфокусирован. Когда твои мысли бегут параллельно, ты пытаешься еще на дыхании сконцентрироваться. Это довольно сложно. Они прямо потоками какими-то. Да, но тут можно сказать так, что поскольку у нас параллельно ничего происходить не может, на самом деле мы переключаемся. То есть наше внимание переключается. Он не может одновременно удерживать все процессы. Тут важно просто отмечать этот момент, что да, я опять переключился на мысли, хорошо, я возвращаюсь к фокусированию на дыхании, либо на ощущениях в теле. И со временем это развивается в навык. Вот в чем как бы секрет-то. Фишка не в том, что это конкретное упражнение вам обязательно должно здесь сейчас помочь. Оно, скорее всего, вам поможет. Оно снимет лишнюю стрессовую нагрузку. Но это как бы такой хороший плюс, хороший бонус. Самое главное, что у вас развивается навык переключаться с вот этого стрессового режима в режим «лежи и переваривай». Главное не начинать раздражаться из-за того, что что-то может не получаться. Дальше. Важный тоже навык, который демонстрируют стрессоустойчивые люди, это сострадательное отношение к себе. То есть это выключение внутреннего критика, которое нередко у нас включается на проблему, на совершенную ошибку, например. Мы начинаем себя третировать. И это никак не помогает, на самом деле, в ситуации. Современные исследования и современный подход в психологии, который называется терапия сфокусированной на сострадании, как раз на это указывают, что вот эта требовательность к себе, самокритика к себе, она может быть полезна, в каких-то коротких дистанциях, ну, чтобы себя мотивировать, преодолеть какой-то дискомфорт. Например, да нет, ты что, давай соберись, ты сможешь, не будь тряпкой, там все дела. А как же так? Но в долгосрочной перспективе это только увеличивает стресс. Поэтому очень важно научиться к себе относиться либо спокойно, либо вообще со страданием, с поддержкой, как мы относимся к близкому человеку. Давайте прямо сейчас с вами такое небольшое упражнение выполним. Подумайте, да, о человеке, которого вы готовы всегда поддержать. Настройтесь, представьте себе, что близкого у вас человека, возможно, было такое, возможно, может, гипотетически представить, что какие-то проблемы в жизни. Какое бы вы к нему испытывали ощущение? Какое бы вы отношение к нему испытывали? А теперь положите руку себе на грудь, сфокусируйтесь на тепле от этой руки и попробуйте это же отношение направить на себя. Представьте, что это вы, ваш самый близкий и лучший друг, которому нужна поддержка здесь сейчас. Просто попробуйте себя поддержать. И можно мысленно что-то сказать, что да, я тебя понимаю, у всех бывают сложные моменты, но ты хорошо держишься. Вот воспитание в себе вот этого внутреннего друга, внутренней такой поддержки, это тоже навык. Это не то, что у кого-то оно есть, у кого-то нет. Изначально ни у кого ничего нет. Внутреннего вот этого голоса ни у кого нет изначально. Он появляется только, когда у нас появляется язык, то есть когда мы осваиваем речь. И да, к сожалению, иногда мы растем в такой среде, когда у нас речь наполнена вот этой критикой, бесполезной зачастую критикой. Но это именно что навык, мы это выучили. Можно выучить другое отношение к себе. И есть специальные техники, которые помогают нам относиться к так себе. Важная история, это важный навык, это рефлексия. И что такое рефлексия? Это не хаотичное, не направленное такое перепроживание негативных событий, стрессовых ситуаций, когда мы нередко просто возвращаемся в проблему и заново ее прокручиваем в голове бессмысленно. Рефлексия, это все-таки про то, чтобы понять, что это за событие, почему оно меня задело, какой исход я бы хотел этого события, и что мне нужно сделать в следующий раз, чтобы эффективно это событие пройти, пережить эту ситуацию, выйти из этой ситуации. То есть, если наш мозг постоянно возвращается к этим негативным событиям, зачем он это делает? Он нам пытается на нас натолкнуть, как бы на мысль, что нужно избегать этих событий, что на три было плохо, вот нужно с этим что-то делать. Это опять-таки, как мозг наших предков фокусировался на том месте, он вспоминал, да, а где на меня напал там зверь, например. Туда нельзя возвращаться. Для этого мозг фокусируется на негативном событии. Туда не возвращайся, либо запомни приметы, которые тебе подсказывают, что скоро нападет зверь. Но это какой-то практический смысл. А мы зачастую возвращаемся к ситуациям, понимая, что мы все равно в них либо окажемся, либо они уже ушли, никогда не повторяются, но мы перепроживаем. Поэтому важно нашему мозгу как бы помочь реализовать вот эту функцию. То есть если уж я думаю о плохом событии, окей, так давайте я с ним действительно поработаю и задам себе вопрос. Что меня задело? Можно ли эту ситуацию как-то по-другому интерпретировать? То есть почему я думаю, что вот она так сложилась? Почему так люди себя повели? Может быть у них какие-то были другие мотивы? Дальше. А как бы я хотел, чтобы ситуация разворачивалась? И что мне делать, чтобы в следующий раз эта ситуация не повторилась, либо прошла менее деструктивно для меня? То есть взять и целенаправленно тогда погрузиться в это событие и поразмышлять на нем, делая какие-то практические конкретные выводы. И последний навык, о котором мы успеем поговорить, и то так вскользь, это как раз про нашу способность относиться к нашим мыслям как к просто мыслям. Дело в том, что мы нередко их воспринимаем как факты, как объективное описание действительности. Ну типа все плохо в жизни. Ну и если действительно в жизни все плохо, то выгорание это не такая уж страшная штука. Ну если все плохо, но ведь это не так, это не может быть так. Это когнитивное искажение, это нерациональная мысль. И очень важно научиться к этим вот всплескам в голове относиться как к шуму, как к некоторому радио, радио негатив. Там просто все время что-то говорят. Постоянно. И этот поток информации, он зачастую к реальности не имеет никакого отношения. Но если мы на нем фокусируемся, то это влияет на наше психоэмоциональное состояние. Это как телевизор, знаете. Есть замечательные всякие передачи, в которых транслируется сплошной негатив. Если внимательно смотреть телевизор, то ты постепенно тоже начинаешь переживать из-за всего того, что там рассказывают. Но если ты просто ходишь мимо телевизора, готовишь еду, не знаю, занимаешься спортом, общаешься с детьми или животными домашними, то почему-то он, говорят ведь, то же самое по телевизору, но он не влияет. Потому что ты не вовлекаешься, ты не уделяешь этому внимания. Наши мысли — это тоже такой телевизор. Они точно будут. Там точно будут негативные сценарии, потому что опять-таки мозг хочет нас от всего предостеречь. Но важно научиться отделяться от мысли. Для этого, знаете, можно такой небольшой эксперимент провести. На самом деле есть специальные техники, упражнения, которые нам в этом помогают. Но можно такой мысленный эксперимент провести. Представьте себе, ну вот, например, вы сидите где-то на стуле. Но вы — это не стул. Представьте себя в рамках своего рабочего дня. Я делаю, вы делаете свою работу. Но вы — не работа. Вы не те операции, которые вы выполняете, манипуляции. Вы их делаете, но это не вы. Представьте на себе одежду. Она — часть вашего образа. Но вы — это не одежда. Вы тот, кто надевает одежду. Вы тот, кто выбирает одежду. А теперь представьте себя, размышляющего о чем-то. Вы — это не мысли. Вы тот, кто размышляет. И точно так же, как можно поменять одежду, или можно встать со стула, или поменять профессию, вы точно так же можете менять мысленное наполнение своего сознания. Вы — это не мысли. Вы тот, кто их думает. Тот, кто их выбирает. И вот пытаясь себя поставить в эту позицию мысленную, можно обнаружить, что вот эти переживания, размышления, они уже не так сильно на нас оказывают влияние. Это все, безусловно, навыки, которые требуют ну, такого серьезного развития. И у нас в нашем телеграм-канале нашего проекта на самом деле эти навыки подробно разбираются, даются разные упражнения. И инструкции. Вот так вот сходу взять и скупом все рассказать, конечно, очень сложно. Поэтому мы, конечно, вас призываем проявлять инициативность и самим пользоваться материалами, которые есть в общем доступе, в том числе в нашем телеграм-канале. Ну и, наверное, в завершении, да, прежде чем поотвечать на вопросы, хотелось бы сказать о том, что, конечно, универсальные инструкции, они хороши, но они на таком конкретном случае, в индивидуальном каком-то случае могут не работать, потому что есть какие-то индивидуальные особенности, образы жизни, условия труда, личные особенности. Поэтому важно всех, все эти универсальные советы адаптировать под себя. То есть провести некоторую все-таки креативность, исследовательский такой интерес включить и вот попробовать, ну и отобрать что-то, то, что для тебя будет точно работать. Но если говорить про некую универсальную общую инструкцию, то вот можно вывести такие рекомендации, о которых мы в том числе сегодня подробно говорили, да, мы говорили о необходимости в принципе наблюдать за своим психоэмоциональным состоянием, то есть взять ответственность на себя за свое психоэмоциональное состояние, точно так же, как мы, как вы, коллеги, призываете брать ответственность своих пациентов за их здоровье, вот важно и всем нам взять ответственность за наше психоэмоциональное состояние и самим за ним наблюдать. В том числе проходить диагностику, да, и специальные тесты, которые помогают диагностировать наличие выгорания или хронического стресса, но даже просто обращать на свои ощущения, да, на ощущение там усталости, истощенности, это тоже хороший сигнал. Но если вы чувствуете себя усталым, то, возможно, стоит отдохнуть. Мы поговорили про здоровый образ жизни, и здесь никто не требует каких-то подвигов. На самом деле рекомендации весьма умеренные. Важно научиться соблюдать баланс между работой и другими сферами жизни, да, это семья, хобби. Важно помнить, что жизнь не состоит только из работы. И на самом деле, получая удовольствие от других сфер жизни, мы можем вот этот ресурс привносить в свою работу и сохранять любовь к своей работе, в том числе за счет того, что мы понимаем, что это ценная и важная часть, но гораздо больше вот этой картины, где у нас тоже много всего хорошего, доброго и замечательного. Даже если в работе что-то идет сейчас не так, мы точно знаем, что у нас есть источник вдохновения в других сферах. Важно себе актуализировать постоянно ценности, то есть в какую смысл я вкладываю свою работу, какие у меня цели. Важно не забывать и про развитие в своей профессии. Это в том числе создает интерес, это поддерживает интерес к профессии, это помогает справляться с сложными ситуациями стрессовыми на работе, в частности развитие навыков коммуникации с пациентами, это такой очень важный навык, который помогает снизить уровень стресса, если у вас общение с пациентами занимает большую часть работы. Важно осваивать навыки саморегуляции, в частности переключение своего внимания на физические ощущения и расслабление. И в том числе важно обращать внимание на поведенческие привычки. Например, то, как вы организуете свою работу. Вот этот самый пресловутый тайм-менеджмент нередко помогает снять серьезно стресс, когда я четко ее планирую, свою работу, у меня есть понимание, что и когда я буду делать. Вот этот некоторый порядок, некоторая рутинность на самом деле снижает уровень стресса в некоторых случаях. Иногда, конечно, наоборот, не хватает мне эмоций, чего-то нового. Тогда, конечно, вперед к развитию. А не забывать, нужно поддерживать личные границы, то есть общение должно быть комфортным и важно защищать уметь себя, в том числе на уровне психологии от влияния и воздействия. Ну и вот такая, наверное, актуальная история в условиях, когда серьезный негативный эмоциональный фон вокруг в информационном поле, очень важно соблюдать информационную гигиену и ограничивать потребление контента, который вводит вас в состояние стресса. При том, что опять-таки наш мозг нас сильно к этому подталкивает. Он говорит, иди поизучай еще там все эти ужасы, потому что кажется, что это очень важно. Ну, он нас пытается предостеречь. Но мы-то понимаем, что изучая новости, да, события, которые происходят где-то очень далеко, мы на них повлиять не можем. Важно оставаться в курсе событий, безусловно, но важно дозировать вот это поступление информации. Это тоже будет помогать вам контролировать уровень стресса. Можно по этому списку пройти, себя проверить, поставить себе галочки, плюсики. Или оценить себя и понять, что, ну, по каким из этих пунктов можно приложить усилия, вложиться своими усилиями в эти пункты, ну, и создать себе такой, собственный набор профилактики от выгорания. Спасибо. Это прекрасные инструменты. Да, наверное, перед тем, как зададим вопрос, все-таки сделаю акцент на том, что тема вот этой развития стрессоустойчивости, профилактики выгорания, она очень широка, и мы еще будем с вами не раз встречаться, да, в эфире Первого медицинского канала в том числе. Ну, и вот мы вас приглашаем на наше мероприятие, на наш онлайн-марафон «Стоп выгорания», который пройдет 19 ноября. Ссылка будет в описании, можно перейти по QR-коду. И там мы тоже будем активно подробнее уже, детально, в том числе с демонстрацией разбирать техники снятия стресса, контроля стресса, профилактики выгорания. Поговорим с психологом, специалистом, да, с большой практикой, который затронет и другие аспекты, в том числе профилактики выгорания. А также поговорим с руководителями медицинских организаций и об их опыте управления медицинской организацией, да, и профилактики выгорания коллектива. Присоединяйтесь к нашему марафону, мы будем очень рады вас там видеть. Еще раз проведем несколько техник профилактических и более подробно разберем аспекты борьбы со стрессом. Хочу, коллеги, тоже отметить, что если вдруг вы попробовали какие-то упражнения, которые я сегодня пытался вам давать в таком усеченном коротком варианте, и вы не почувствовали эффекты, это не значит, что сами упражнения для вас не работают. Лучше к ним вернуться еще раз, их испытать, да, проверить в более комфортной для вас обстановке и уделить им больше времени. Нередко упражнения раскрываются через некоторое время. Характерно ли для медицинских работников соматизирование депрессии? Соматизирование депрессии. Вот это интересный вопрос. Было бы здорово, если Елена пояснила, что имеет в виду, потому что у меня сразу несколько вариантов рождается, о чем может идти речь. Могут ли, ну я так это, давайте я в таком ключе отвечу. Нередко медицинские сотрудники, медики, да, люди с медицинским образованием могут воспринимать свои состояния не через призму психоэмоциональных причин, а через призму соматических причин. Ну то есть, не знаю, недостаток минералов, витаминов, хотя это тоже, безусловно, влияет, возможно, искать какие-то соматические у себя заболевания, в то время как текущее состояние, оно продиктовано именно психологическим состоянием, психологическим расстройством, например. И можно долго искать какие-то биологические, да, соматические причины депрессивного состояния, но может все, к сожалению, оказаться на причинах в том, что мозг вот вошел в вот этот депрессивный цикл. То есть у него нарушена, было, например, в какой-то момент нарушена либо выработка серотонина, либо его усвоение гормона, да, и может быть сейчас-то уже все нормально работает, но само мышление у человека уже таким образом сформировано, что он находится в этом депрессивном цикле. И, ну, да, это может быть, вот этот поиск причин состояния в физическом здоровье может, конечно, мешать эффективному лечению депрессии, потому что, да, человек не своевременно обратится к тому же психологу-консультанту. И тут важно понимать, что психолог-консультант — это не психиатр, да, ну и не психотерапевт, на самом деле, тоже. Можно понимать, что психолог-консультант — это человек, который вам поможет разобраться в том, что происходит, и ходить к нему — это вполне себе нормально, это в том числе может быть чисто профилактической мерой. Возможно, про это был вопрос, про то, что вот, да, поиск каких-то соматических причин в психологических расстройствах. Интересный вопрос. Каких универсальных рекомендаций можно придерживаться для снижения уровня тревожности? Вот про тревожность мы сегодня не говорили. Да. Я тут единственное, что боюсь быть тем человеком, который дает такие советы, что, мол, вот делайте вот так раз, два, три, и у вас не будет тревожности, или вы справитесь с тревожностью. Потому что уровень тревожности бывает очень разный, и иногда это очень серьезное основание, тревожность повышенная, обращаться все-таки к специалисту. То есть это тоже абсолютно нормально, поймите, если тревога, беспокойство, переживания вам мешают жить, они ухудшают ваше самочувствие, ухудшают вашу продуктивность на работе, взаимодействие с близкими, лучше обратитесь к специалисту. Но, в частности, снижение уровня тревожности нередко может быть связано с когнитивными цепочками, то есть когнитивными схемами. То есть мы размышляем о неком событии гипотетическом и приписываем ему крайне высокие негативные последствия. То есть мы преувеличиваем значение этого события. Почему? Потому что, скорее всего, мы этому событию даем какую-то оценку. Вот очень важно научиться сознательно работать с этим событием, с источником тревожности, если мы говорим, что у вас есть какой-то конкретный источник тревожности, и прям вот рационально с ним разбираться. Что меня пугает в этом? Что меня больше всего в этом пугает? А что самое страшное действительно может произойти? А что я могу сделать, чтобы не произошло вот это самое страшное? Или а что я буду делать, если оно самое страшное случится? То есть попытаться своему мозгу дать инструкцию о том, как мы будем действовать в условиях этой тревожности. Тут могут быть индивидуальные особенности, поэтому, конечно, нельзя считать такую абсолютно универсальную инструкцию. Но чем больше мы знаем о проблеме, на самом деле, или о ситуации, тем меньше у нас тревоги и опасений. Это закономерно. То есть вот в протоколах лечения некоторых тревожных состояний, фобий в том числе, включается такое информирование, научение. То есть если человек боится, у него аэрофобия, он боится летать, то весьма полезным универсальным советом является изучить вообще, а что такое самолет и как он, почему он летает, почему он не падает, такая здоровая железная штука, летит в воздухе и не падает. Почему? А как устроена система безопасности самолетов? А как на самом деле часто происходят какие-то экстремальные случаи? И когда мы понимаем, что опасностей не так много, это нам помогает чуть-чуть успокоиться. Сложно дальше как-то рассуждать, давать универсальные рекомендации. Возможно, тревожность, она это следствие хронического стресса. То есть если мы постоянно находимся в стрессе, у нас мало отдыха, у нас нет возможности восстановиться, любые события потенциально негативные нас тоже будут чрезмерно раздражать. То есть мы, находясь в стрессовой ситуации, активированная вот эта красная лампочка, нас заставляет все события воспринимать более остро. Мы просто не успели переключиться на зеленую. И вы наверняка это вспомните, это состояние, когда одно и то же событие вызывает у вас сильную негативную реакцию или не вызывает. А в чем разница? События одно и то же. Ваше состояние разное. Вот уделяйте внимание в том числе вот этому поддержке себя, включению зеленой лампочки. Возможно, и тревожность будет меньше. Следующий вопрос. Как отличить нормальную реакцию на стресс и начальное проявление остеонодепрессивного синдрома? Ну, отличный вопрос, Анна, на который я, наверное, не смогу до конца компетентно ответить, потому что именно остеонодепрессивный синдром и вот его вот эти физиологические реакции, действительно, это все-таки область, которую нужно отдельно изучать. И я не могу считать себя специалистом по депрессии, депрессивным расстройствам. Как отличить нормальную реакцию на стресс? Смотрите, если мы говорим о том, что вот эти реакции, стемические, повышение сердцебиения, учащение дыхания и так далее, возникают в связке с конкретным стрессовым событием, ну, можно предположить, что это нормально. Если мы говорим о том, что эти состояния, эти реакции у нас проявляются долгосрочно, хронически, уже не сильно ассоциированы с конкретным стрессовым событием, то тут стоит, конечно, задуматься о наличии каких-то более серьезных проблем, психоэмоциональных расстройств, например. Ну, что можно сказать? Да, наверное, вы слышали такой термин, как там панические атаки. И, в принципе, та реакция организма, которая происходит в условиях этих панических атак, она нормальна для проживания тяжелых стрессовых ситуаций. Разница только в том, что в случае с панической атакой тяжелой стрессовой ситуации ее может быть и не быть. Ну, то есть ее как бы объективно может не существовать. Человек предполагает, что она скоро произойдет, или у него возникло ощущение, что будет сейчас угроза, или он сам начинает фокусироваться на некоторых вот этих реакциях, как раз там учащения сердцебиения, и начинается у него мыслительный процесс, что это что-то значит, это значит, что происходят сейчас проблемы со здоровьем, и сейчас, возможно, со мной случится что-то страшное, что повышает его напряжение. То есть, в чем еще, да, особенность нормальной реакции? Нормальная реакция заканчивается, как только уходит источник стресса. Ну, вспомните вот этот эффект экзамена, да, когда вы напрягаетесь, стрессуете, у вас тоже там сердцебиение, потоотделение, кто-то в обмороке падает и так далее. Но как только ты вышел за пределы аудитории, сдал экзамен, вот это вот расслабление, вот это стекание по стеночке и удовольствие, то сложные хронические вот эти состояния, сложные клинические состояния, вот не происходит этого расслабления. То есть, не происходит вот этого выброса компенсирующих положительных гормонов, там эндорфинов, да, не происходит. И поэтому напряжение все равно остается. Вот если вы не чувствуете этого расслабления после стрессовой ситуации, либо вы уже давно его не чувствовали, то это опять-таки повод, ну, всерьез заняться диагностикой. То есть вот в том числе обратиться к психологу-консультанту. Следующий вопрос. Может ли помочь работа с психологом на начальных этапах или эффективнее сразу прибегать к медикаментозной коррекции симптомов эмоционального выгорания? Слушайте, ну вот именно медикаментозная терапия эмоционального выгорания, это, ну, честно говоря, нет каких-то протоколов, каких-то конкретных препаратов, которые были направлены именно на работу с синдромом эмоционального выгорания. Вот очень важно понять. Все-таки синдром эмоционального выгорания, это пока еще не является как бы клиническим статусом, да. Это, несмотря на то, что зафиксировано в международном классификаторе болезни, как особое состояние, но все-таки это не как бы не клиническое заболевание, да, это не клиническое какое-то расстройство, поэтому говорить о медикаментозном лечении сложно. С другой стороны, на вот это состояние выгорания могут влиять биологические факторы, да, нехватка определенных там витаминов, микроэлементов и прочее. Ну, то есть, безусловно, когда у нас организм в порядке и у него достаточно витаминов, микроэлементов, то он лучше справляется со стрессом, и да, он в том числе и выгорание будет меньше подвержен. Я однозначно рекомендую работать с психологом на начальных этапах выгорания, даже, знаете, просто если вам вдруг задумывалось, пришло в голову идея, слушайте, а может быть я выгорел, вот почему бы не сходить, не пообщаться с психологом-консультантом, нередко есть возможность получить какую-то бесплатную пробную сессию или вот в рамках проекта «Стоп выгорания» мы вместе с Ассоциацией профессиональных психологов и психотерапевтов запустили такой сервис, вы можете получить три бесплатные консультации, то есть три бесплатных сеанса работы с психологом, где вы сможете себе помочь разобраться в своем состоянии и в том числе понять, а есть ли какие-то риски, есть ли какие-то опасности. То есть я однозначно рекомендую сначала обращаться к психологу-консультанту, который уже поможет вам сориентироваться. Что делать дальше? И вот если мы говорим именно про СЭФ, синдром эмоционального выгорания, и если это не переросло в ту же депрессию, например, то работы с психологом-консультантом будет достаточной. Ну, она вполне себе достаточна. Спасибо, Антон. Мы уже, наверное, должны завершать время эфира. Да, скорее всего, вышли за рамки. Подходит к концу. Мы благодарим вас, что вы были сегодня с нами. Если у вас есть еще дополнительные вопросы, вы также можете задать их у нас в Телеграм-канале, на наших ресурсах, на сайте СтопПогорания. Антон, спасибо тебе за ответы на вопросы. Мы не всегда бежим по тому, как запланировали, но разбираем, по-моему, чуть больше и глубже. Стараемся, по крайней мере, в заданные рамки уложить как можно больше ценной информации. Коллеги, я надеюсь на понимание, что формат эфира, формат времени нам не дает все нюансы, все аспекты осветить или предоставить максимально детально подробную информацию. Мы надеемся, что вы, в первую очередь, заинтересуетесь сами заботой о своем психоэмоциональном здоровье и начнете пользоваться источниками другими, где вы сможете уже более подробно о чем-то узнать, в том числе на ресурсах проекта СтопПогорания или на дальнейших эфирах на Первом медицинском. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До встречи.